Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город. 7 минут». Сегодня у нас в гостях президент региональной федерации смешанных единоборств Анатолий Бараненков. Анатолий Борисович, добрый день. Добрый день. Смешанные единоборства, я так понимаю, но для таких чуть-чуть хотя бы продвинутых в этом деле людей, любителей, это вот то, что сейчас называют МММ, ММА. И то, что очень популярно в мире. И то, что связано у нас в России в первую очередь с именем Федора Емельяненко, просто легенды наши. Федор Емельяненко даже, я не знаю, дети, наверное, в первом классе уже изучают. Ну, согласен, да. Вот скажите, почему именно в Рязани вот эти вот боевые, смешанные боевые единоборства получили такое развитие? Сейчас вот просто стремительное развитие. Петр, во-первых, хотел бы вас поблагодарить, что вы обратили внимание на то, что есть такой новый вид спорта, смешанные боевые единоборства. Да. Вот. И дело в том, что Рязань всегда славилась своими бойцами. Со времен Калабрата и, наверное, раньше еще. Конечно. И буквально мы вот совершенно недавно проводили турнир по армейскому рукопашному бою Кубок Вооруженных Сил президентом Федерации, которой также я являюсь. То есть, и 17 человек из 120 участников выполнили мастер спорта. Это достаточно серьезный, сильный результат. Да. И что самое интересное, много очень гражданских ребят. То есть, несмотря на то, что Кубок Вооруженных Сил, много гражданских ребят пришли заниматься армейскими рукопашными боями, выступать в нем. Что касается смешанных боевых единоборств, это достаточно молодой вид спорта. Аккредитацию он прошел в сентябре прошлого года. Возглавил союз смешанных боевых единоборств Федора Владимировича Емельяненко. Почледний император, как его именуют. Да, да. Опять же таки, в то же время он является советником министра спорта и молодежной политики Мутко. И входит в совет по развитию физической культуры и спорта России. Основная задача на сегодняшнем этапе развития союза – это формирование региональных федераций, проведение аттестации обучения тренеров по смешанным боевым единоборствам, именно как по виду спорта. Скажите, пожалуйста, смешанные боевые единоборства, но их главное отличие в чем? Раньше это называлось «бои без правил» и звучало это как-то страшновато немножко. Ну, я понимаю, конечно… Кровавые спорты все такое. Да, да, да. Это, может быть, было в наши молодые годы, когда показывали всевозможные фильмы. Да, страшно. Да, да. Жан-Кот Ван Дамм там и так далее. Но, к сожалению, как в любом виде спорта, есть правила определенные. И бои проводятся в ринге, бои проводятся под присмотром соответствующих рефери, судей, скорой помощи, сотрудников медицинской помощи. То есть, дело в том, что обывательский подход к этому виду спорта, конечно, он такой, ну, как сказать… Ну, просто, да, пусть он его шмякнет как следует. Да, то есть, привыкли думать, что там нет правил, что там действительно позволяют себе выкрикивать всевозможные лозунги, типа «убей его» и так далее. Что-то ужасное. Что-то ужасное, да. Но, к сожалению, может быть, и к радости, что этот вид спорта стал, даже, так скажем, он стал легитимным видом спорта. Приобрел определенный статус, возглавил это все направление Федора Владимировича Емельяненко. Вот, и хотелось бы отметить, что сразу была поставлена работа в Союзе именно направленной на аттестацию тренеров. То есть, непосредственно на тех людей, кто будет работать именно со спортсменами. Я вас понимаю, потому что всегда что-то новое, это значит, приходят люди, не только грамотные специалисты, но и со стороны тут же подтягиваются так называемые. Специалисты говорят, я умею, я знаю все, я там, значит, по этому ММА всех собак поел в нашем дворе, и приходить ко мне учиться стоит все это очень дорого. Да, ну, вопрос... Чтобы не было такого, я думаю. Да, и исходя вот как бы из вышеизложенного, да, и сейчас вот в Рязани проводится семинар, тренерский семинар, на котором, в общем-то, планируется присутствие порядка 100 человек. Человек с Центрального федерального округа, именно тренера, которые получат право, то есть, так называемая лицензия, на право ведения тренерской деятельности по смешанным боевым единоборствам. А теперь вот разве эти слухи ходят, значит, такие вот, у нас уже такая информация, непроверенная, что сам последний император пожалует в Рязань, то есть, мы ждем Федора Гемельяненко. Да, буквально вот перед сегодняшней встречей прошли переговоры, действительно, Федор Владимирович Мельяненко к нам приезжает в город Рязань. То есть, подтверждается? Подтверждается вся эта информация, запланировано проведение вот этого тренерского семинара, в котором он сам же примет участие и, соответственно, будет принимать экзамен у тренеров. С ним приедет также группа специалистов Союза смешанных боевых единоборств. Я считаю, что это очень будет полезный визит для города. Почему? Потому что семинары проводятся всего в четырех городах России. Это Челябинск, Кемерово и Хантамансийск. В том числе и Рязань. Да, и наша Рязань. Почему именно выбраны наши, как бы, наш город? Почему именно были выбраны другие города? Потому что здесь активно развивается именно единоборство. Несмотря на то, что это молодой вид спорта, наша команда совершенно недавно выезжала на чемпионат Центрального федерального округа. Мы заняли второе место. Практически шли в одну очко с Мособластью. Но так получилось, что мы поделили второе место с Белгородом. А Белгородская область – это родина, где занимался Федор Владимирович Емельяненко. Старый оскол. Старый оскол, да. То есть мы не хуже. Мы этот спорт развиваем всего лишь на всего год. То есть 16 мая фактически – это день образования Союза смешанных боевых единоборств. И этот год, фактически он приезжает в Рязань, я считаю, что это знаменательная такая дата. То есть год образования Союза смешанных боевых единоборств и приезд Федора в Рязань. Это очень интересно будет. Сможете ли вы когда-нибудь поставить своих бойцов, скажем так, против команды Северного Кавказа? Потому что очень мощные ребята и в Дагестане занимаются, и в Чечне, и на Кавказе вообще славятся. Вы знаете, позиции как бы наши вообще, да, вот чемпионат России, да, будет 1 июня. И фактически там встретятся все команды со всей России. И в принципе я считаю, что мы выступим не хуже. От нас тоже будут выступать команды, вот, потому что мы прошли на чемпионат России. Рязанской команде, да. Рязанской команде, да, Рязанской области. Я думаю, что мы выступим не хуже, вот. Несмотря на то, что есть, как говорится, там боевые потери у нас, потому что проводились, опять же таки, вот параллельно соревнования по армейскому рукопашному бою. И, возможно, там получили травмы некоторые, как бы, члены сборной. Но, опять же таки, я что хочу сказать. Очень интересный сейчас вот системный подход к развитию единоборств в целом, да. Дело в том, что, если брать армейский рукопашный бой, то есть, это как бы прикладная такая дисциплина. То есть, вот, люди используют там определенные навыки в боевых действиях. Даже исходя из названия. Армейский рукопашный. Да, именно смешанные единоборства. Потому что, фактически, физические данные, выносливость, они не уступают практически бойцам ММА. Я напомню нашим зрителям. У нас был в гостях Анатолий Бараненков, председатель региональной, президент региональной федерации. Видите, все новое, я еще буду с президентом региональной федерации смешанных единоборств ММА. И мы ждем развития этого вида спорта в нашей Рязани. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»